Что ты хотел про Романа? Ну вот узнать хотел-то. У вас же там что-то должно состояться. Что у нас состояется? Беседа с ним какая-то. Роман, как его назвали, Роман, Малыш-Роман. Так это или нет, я не могу утверждать, потому что по сегодняшний день он не показывает паспорта своего. Никаких документов. Я говорю, ну хоть блестеверение, ничего не дам вам. Малыш он или может быть богатырь, но кто его знает. Поэтому мы собрали собрание, на неделе было у нас собрание, поговорить с ним. Но разговор как такой, в общем-то, не получился. Он стоит на своем. А все началось с плоской земли. Плоская земля и все. Если кто верит, что земля плоская, то люди те ближе к Богу. Да, а на шарообразной земле люди дальше... Ну вот такое началось у него это. Ну я уже так, Роман, ну какая разница? Ну ты веришь, что плоская? Верь. Я верю так, как научен и все шарообразное. Как это на наше спасение отразится? Что на суде встанем, Господь будет спрашивать, ты как веришь, что земля плоская или шарообразная? Ну читаем же по Писанию, о чем Господь спросит. Я был нах, вы одели меня, голодем накормили, жаждал, напоили. Я был странником, вы приняли меня. Был болен, в темнице вы посетили меня. Вот о чем спросит Господь. А не о том, что какая была земля там. Это придумывай, кто-то бросил это. А люди раз ухватились за это, это теперь главное, вот надо и все. Ну, дальше больше, вот разговор-то пошел он. Он никого не признает, никого. 7 января на Рождество он ночью причастился. И ровно через 5 дней говорит, что мы еретики, раскольники, что я недействительный батюшка. Роман, ты же причащался, принимал тело и кровь. Как же это? Ну, ответить-то ничего не может. Только давай так, скажи, ты принимал, что верил, это истина, кровь и тело? Да. Собрать здесь он не мог. По-видимому, не дано в этом шаг. Уже до такого дойти до хуления. Ну, вот такое. Дальше стали мы разговаривать о паспортниках. Я говорю, ну ты согласен, у нас сидит 13 человек, 12 человек с этим. Братья, вы согласны сейчас все принести свои паспорта и показать Роману? Поднимите руки. Все единогласно подняли руки. Сводим, принесем. Роман, а ты-то ничего, свой паспорт покажи. Нет, не покажу. Вот так вот. Ну, как понимать? Улыбается, нет? Я еще задаю вопрос. Ты сжег паспорт, да? А какой ты паспорт сжег? А какое имеет это значение? Да большое имеет значение. Какой ты паспорт сжег? Этого я не скажу. То есть он человек-то не украинский, скорее всего, я думаю, а просроченный зарубежный. Скорее всего. Если украинский сожгет, то ему тогда столько, говорится, наручников приехали. Скорее всего, просроченный зарубежный. Такой у меня есть паспорт. Вот я могу сейчас на глазах у вас сжечь. Он не нужен. Он дается на пять лет. Пять лет кончилось. Просто книжечка записная. Книжечка может там записывать, что надо тебе. Все. На десять лет на десять дается. Биометрический такой паспорт. Там заносится как бы и отпечатки пальцев, и сетчатка глаза. Новый паспорт. Это на десять лет дается. Вот. Так он и не ответил, какой паспорт сжег. Я говорю, ты сейчас... Строится-то тебе ведь нельзя. А почему? Вы меня что, выгоняете, выживаете? Да нет, мы тебя не выживаем. Но есть закон. Ты должен встать на регистрацию. Я регистрироваться не буду. Эта власть антихристовая. Она незаконная, эта власть. И я в ней регистрироваться не буду. Кошмар. Ну, тогда ищи, где законная власть какая есть. Да. Правительство наше, оно от антихриста. То есть, вот такое вот все. Как ты можешь... Все, никого нет. Я говорю, ну, а Московская правительство... Это погибшая церковь. Как ты мог так осудить? Не суди, да не судим будете. Оставь до суда Божьего. Ты сегодня уже встал вместо Бога судить. Кто спасенный... Ну, у нас там и старобрядцы есть. Старобрядцы. Он тоже был. Так там Валентина на него поднялась. Да ты, да ты знаешь, что там это... Ну, он попятился от нее-то. Вот я и старопатил. Ну, вот такой вот и был разговор. Значит, я регистрироваться не буду. Ну, а не будешь, то отстроиться нельзя. Надо землю. Земля Господняя. И все на ней. Ну, правильно. Земля Господняя. Ну, а я говорю, когда выходили евреи из рабства египетского, и когда дошли до... То им землю наделяли уделы? Для каждого колена отмеряли или нет? Границы четко. Границы четко между коленами. Вот это колено одного, это колено другое, то есть границы. Намеряли землю. Не так, кто хотел, там и строился, занимал лучшими. Отмеряли им землю. Ну, споры были. Авраам хотел похоронить Сару. Ему там добродетельный человек хотел подарить это место. Он говорит, нет, оцени сколько, я заплачу, чтобы это было мое, уже его участок был. Вот и все. Он с ним договаривался. Что тут расположение было хорошее, подарю тебе. Он говорит, нет, давай так, чтобы все оформим по документам, чтобы было мое, мое участок. Это всегда так было. Господь пошел еще младенцам записываться. А зачем записываться? Жил бы свободно, я свободно хочу жить. Но почему Господь так не делал? Пошел записывать туда, где были они прописаны. Кому приписаны, так скажем. Где стояли на учете. На учете стояли, они пошли именно в тот город, где стояли на учете. Записываются. И он этого ничего не слышит. Сразу начинает на Игнатия, Игнатий там лжет, Игнатий там еретик. Я говорю, остановись. Мы сейчас не Игнатия разбираем-то. Игнатий сам за себя будет на суде стоять. Зачем ты сейчас стоишь, Игнатий, Игнатий там. Что там, Игнатий? Он неправильно, он лжет там это все. И везде лжет, лжет и лжет. Все лгут. Все лгут. Один он про... Ну вот такой разговор состоялся, такой разговор. Сейчас мы не знаем. Я хотел у вас спросить совета, что нам делать? Или поставить в известность власти. Это же легко, конечно. Дядьку с погонами и все. Но здесь, видите, в чем дело. Получается так. У нас, в деревенском нашем уставе, 28 пункт. Говорится, кто идет жаловаться мирским властям, без одобрения общины, тот предается анафеме. Сколько с одобрения общины должны быть? Вот так вот. Я поэтому спрашиваю у вас, потому что у нас две общины, а у нас одна община. Так скажем. Один у вас настоятель, поэтому одна община. Я спрашиваю у вас, совета. Что делать? Вы скажите. Стоит? Ну не мне, там старости. Значит, все-таки поставить в известность соответствующую власть. Потому что он идет уже на власти пошел. Что это от антихриста власть. Я ее, чуть не до того, что ее убирать. Прямо реально. Ну, вообще попало. Политически. Ну, да. Антихриста власть. Я ему объясняю, Роман. Ну, говорится, всякая власть от Бога. Власть не то, что вот, а именно институт власти. Это Бог установил. Без этого не может быть. Никак. Но не было, когда еще царей были судьи. Все равно оставился судье. То есть ему все подчинялись. То есть закон был. Он говорил, пойдем воевать. Все шли. То есть обязательно эта власть должна быть. Без власти никак. Власть есть даже у животных. Вот поселим мы стадо. Даже бараны, я сказал. Ну, говорят, бараны-то такие там. У баранов есть... Бажак. Бажак. Какая-то овечка. Мы вот пацанами пасли овечек. И нужно перегнать овечек на другой берег лога. А там топка, грязь. Они не идут овечки. Вот не идут. А мы знаем, ага, кто? А, это вон там, седая. Путеводим. А мы ее потихоньку подкраемся, ловим. На ту сторону ее перетягиваем. Ага. Все. Теперь они по горло в грязи все овечки друг друга давят. Лезут на ту сторону. Все. Их позвал вожак. Это везде есть. У гусей есть. Наблюдай, что-то у гусей там обязательно один гусей. У лошадей. Вот в Корсен мы едем, пасется стадо лошадей. Кобылы там и есть, жеребчики. Один жеребец, он постоянно бегает вокруг стада. Смотришь, какая кобыла только отключилась куда-то. Он за ней ее там сзади хватает и в стадо ее загоняет. Ты слушайся. Значит, того у него там пятидесятка был и все его слушаются. Только одна, когда отбилась, он тут же догоняет и даст ей такую припарку, что она больше не подумает о стороне. То есть в каждом обществе животных людей есть где-то. А он никого никак, я ничего. Везде шестерки, везде знаки, везде чипируют людей. Сейчас в России великое гонение началось на христиан. Я говорю, Роман, какое гонение? Где? Такого, такой свободы вероисповедания, как сегодня в России, не было за всю ее существование. Никогда не было этого. Если бы в царское время тебя были, за тебя бы давно уже, говорит, взяли, и ты где-нибудь в кандалах бы сгнил уже. Никогда. Сегодня спокойно иди, раздаете, ходите всегда. Это эти новые... Кто вас за это? Никто. Я спрашиваю, пожалуйста. А я помню, я... Какой год это был, я сейчас не помню уже, но был съезд партии в Москве. И я в Барнауле сел на поезд, не в Тюменье. И я открыл. У меня была старая книга, сейчас, кажется, Василия Великого. Такая небольшая. И я открыл и сижу на боковой этой столике, читаю в вагоне. А в этом поезде, оказывается, в вагоне ехали делегаты, на порт-съезд. Проходят люди, смотрю, гражданские, прошли, потом вернулись ко мне. Это вы что считаете? Да вот у меня поучение. Так, спрячьте, чтобы этого больше не было, никто не видел. Ну, ясно, кто это были? Бегадысты. Спрячьте, чтобы этого не видели. Будете, значит, чтобы... Представь, даже... А сегодня я сажусь в вагон, у меня все раскладываю по полочкам Евангелия, думаю, что-то заметит, спросит, что такое, как-то это. Хоть службу творим. Ну, хоть службу творим. Икону, может быть. А был у нас такой, отец Владимир Криппенштейн, сейчас он там епископ в зарубежной церкви сделан. Вот он садится в вагон. Великим постом мы поехали с Шишиба. Он, только сели немножко, он в купе делает. Ну, в плоскатном вагоне. Встает, влачение открывает тревоть и начинает службу править. Мне как-то даже неудобно. Я перешел в другой вагон от него. Он в слух, и все по-славянски там. Ну, люди, которые, вот же мы, плечами, которые из купе вышли в другой. А он и себе... Никто ничего... Служит, ага. Прямо в вагоне служит. Ну, да. Ну, такое. Поэтому такой свободы, я говорю, вера испанинка, на сегодня, это я не знаю. Это не было никогда. Чтобы такое было насыщение духовной литературы и Слово Божие, ну, везде. Я на вокзале, в прошлый отъезд, сидел на вокзале и смотрю. Это часовня. Правда, в уголке, когда зайдешь в вокзал, на левой стороне, в пассажирском зале, в углу там, открылись часовня. Там горит лампадки, можно свечку поставить. Осветил, митрополит осветил часовню. Продаются книги там разные, там иконки, ну, свечи можно поставить. Вот. Заказать молебен какой-то можно. И смотрю, продается Библия. Новая Библия. Полная Библия. 77 книг. Издание, город Барнаул. Да, новая. Цена всего 400 рублей. Это не дорого. Все 77 книг. Ну, нормальная книга, такого нормального размера. Хорошая бумага, чистая такая. На русском. Конечно, на русском. Библия продается свободно. Евангелие продается. Отдельные Евангелия маленькие, там больше, молитвословы всякие. Когда это было? В России. Где это было? В какое время? Пусть покажет кто-то. Гонение. Там храмы разрушают. Вот храмы разрушают сейчас. Кто не принимает ННН? Ну, Роман, ну, не правда же. Это же ложь. Я знаю, храм, который не принял ННН, в центре Москвы стоит. В центре, возле Кремля. Его не разрушают. Ходят туда туристы, ходят там отец Кирилл Сахаров служит. Никто его не разрушает. Разрушают, по-видимому, те, я говорю, что они начали, как ты, а мы, свободные граждане, построились там, где не надо. Вот. Не спросили никого разрешения, построили. А теперь, глянули, мы смотрим, как-то, бывает там, люди построили коттеджи, такие, там, трехэтажные коттеджи, где-то. Ну, и признают, что незаконно, и их разрушают. Смотрят, подходит экскаватор, и этот коттедж, все. Еще люди, которые не успели мебель убрать оттуда, все это мебель, все это крушится, все это, то есть незаконно. Вот храм, может быть, вот этот храм построили, его сказали там оформлять, и мы не будем оформлять. Его разрушили, и все, растакали. Вот такое. А так, чтобы храм разрушили, да нет нигде такого. Вы не знаете ничего. Ну, я не знаю, говорю, у меня есть в каждой, ну, не в каждой, но во многих епархиях знакомые священники. Ну, где-то бы было все равно, кто-то бы сообщил это, сказал, как я, не слыхал такого, говорю, не знаю. Я бы звонил, кого знал, там, в Пермской епархии позвонил, в Тульскую епархию позвонил, в Оренбургскую есть. Не слыхали, говорит, не знаем такого, чтобы было такое, чтобы где-то храм разрушали сегодня. Нет такого нигде. А в 80-м году, когда я строил храм в Исчайкуле, в Омской области, вот, ну, и уже до крыши довели, и стали куполок делать. Небольшой куполок, это, и вечером уже темнялось, а вдруг подъезжает черная Волга, из нее выходит человек какой-то там, в костюме, в галстуке, и поднимается, и еще по трапу не поднялся наверх, мат, перемат, а устроили, нанимали мы армян, там бригада армян, они тогда армяне работали в России, там по договорам, строили дороги, там, и они там рынок строили. Шабашник. Шабашник, как говорится, да. Они по договору работали. Они уже в 5 часов, они уже смотрят, что на дороге работали. И до темна. То есть они приезжают на лето, поэтому они работали так. И вот они у нас строили. Как он на них, как погнал, я вас завтра же выселюсь из Селькуля, с вами договор расторгаю, если не уберете это, как он сказал, грыжу, что ли, там, я что-то так обозвал. Ну, что делать? Я быстрее к телефону пошел переговор заказывать, епископу звонил, владыка, что делать, поставка. А это был председатель горысполкома, Борисенко, фамилия. Он говорит, отец таким, пока, говорит, оставь не надо. Пускай закроют кака, потом, говорит, что-нибудь сделаем. Ну, я сказал, они убрали уже, а все уже купол, только крест поставить осталось. Все это убрали и закрыли, как дом. Вот какое время было. А сегодня, посмотрите, что делают, строят, я теперь там, в этом Селькуле, я был лет 6 назад, рядом построили такую колокольню, такой купол на этом храме сделали. И колокольня, настоящая колокольня, выстроила там, батюшка. И второй храм построили на базаре, где был рынок, где строили армяне рынок, там еще новый храм сделали. По ту сторону. Вот какое время. То есть, я говорю, даже тени, гонений это нет сегодня. А он, значит, что, вот сейчас началось, вот на меня будет гонение. Гонение, начнется, оно из детства. Гонение, никого нет. Я говорю, а где-то есть, ты кого признайся? Есть батюшка. А где батюшка? Скажи мне его имя и фамилию. А зачем я вам это буду говорить? Епископ есть. А кто епископ? Ты скажи, я, может быть, знаю его. А вам зачем это? Ну вот епископ Диамит. Да епископ Диамит, он не епископ уже. Он был епископом. А там получилось, что он там что-то стал обличать патриарха. Ну его вначале запретили, а потом решили самым. Ну все, он монах. А больше никого не знает. Какой-то Лонгина еще назвал. Лонгин. Но я ему еще говорю. Роман, я тебе вперед говорил, что тебе надо встать на регистрацию. Говорили. Я говорю, я не помню сколько раз. А я помню, говорит, точно. Я говорю, сколько? Шесть раз. Я ему шесть раз говорил. Роман, тебе надо на регистрацию встать. Он отвечал мне. Ну вот зима настанет, мне нужно выехать обратно в Украину, а потом заехать. Ну и все. Я говорю, я такого не говорил. Ну как же ты не говорил? Ты этим отговаривался? Я говорил, что возможно я встану. Я говорю, я не понял, что ты говорил возможно. Ты говорил, я выведу, заеду, тогда буду оформлять гражданство там или вид на жительство, что-то. Ну вот так. Нет, я этого ничего не говорил, я этого делать не буду. Ну я говорю, тогда ты ставишь нас в такое неловкое положение. Тебе-то здесь ничего не дорого. Ничего не дорого. Хотя мы приняли тебя по рекомендации. Вот. Документы не спросили, как-то это единственный случай, когда даже никто не подумал документы спросить. Но он как-то влился так сразу. Нет никаких замечаний. Везде, где бы что надо, он первым бежит там помочь что-то сделать. Там такие тополя. Мы думали, как их свалить? Эти тополя. Он один свалил, вот такие тополя. Один повалил. На участке, который там они мешали, там надо было. Представь, какой человек такой он, ну деятельный все. Он эту машину взял, отремонтировал машину, ремонтировать старую там и все. В лагере там помогал. Да он там на плотинах с свиданием Тихонычем сколько они там все лето хлистались. Никаких не было. А здесь что-то дунул какой-то ветер это и все. Ты даже с плоской земли так думал на него и пошло это все. Я говорю, поэтому тебе не дорого. А мне, говорю, это очень дорого. Потому что нет ни одного дома, потерять, к которому я не прикладывал свои руки. Каждый дом. Что-то делал. Где крышу, где фудамин, где стены обкладывал. Все это. И нам трудно было очень, чтобы нам зарегистрировать поселок. Чтобы потом школа была. Это самое трудное. Даже легче было поселок завершить, чем школу открыть. Это труднее было. И в этом году у нас что было? Представь, сколько у нас было. Нас молились. Сейчас мне еще звонят. Ну как у вас со школы? А то, говорит, мы еще молимся. Я говорю, не благодарил вас это все. Забыл, кому я сообщал. То есть. Есть школа у нас, учителя. Вот. Три учителя, два ученика. Полтора учителя, два ученика. Да. Ну и конечно, они там получают что-то им там по три, по пять тысяч, что-то так, наверное, там. Мало, соль, то есть, как, ну, нам не важно, что это. Нам главное, чтобы сохранить нам, что-то. Потому что сегодня два, завтра может быть 12, на следующий год. Вот. Все, более в руках. Ну вот такой, был такой разговор. И вот сейчас я, значит, стою об этом. я хочу вашего... Можно? Подожди. Подожди, еще братья, если они говорят, ты уже расскажешь. Как поступить нам? Николай, ты что-то хотел сказать. Да, я хотел сказать. Вы же законопослушные граждане страны, какой? Россия. В каждом автобусе и троллейбусе автомат объявляет. Если пакет стоит, неизвестно чей и нет хозяина, сообщить немедленно кому, экипажу автобуса, у вас... Или в милицию, там так же. Ну, хоть куда, урнули, урнили пакет, или что-то, бедро сообщить в органы, которые этим занимаются. У вас живет человек, вообще, неизвестно с каким, прошлым, а будущее, по-моему, даже не знаем, что это за человек, или богатыр. Маленькая, тихая психушка плачет по такому человеку. Ждет его. Возможно. Возможно, я хочу сказать. Вот в чем дело-то. Поэтому, мне кажется, самый простой вариант сообщить органам, у нас приехал человек, строится, и мы не знаем, мы боимся, а может, это террорист, может, он на выборы взрывать будет. Вы откуда знаете? Тем более, такая ошибка, это не думаем, что так, это что-то... А почему? Будет. Как-то мы даже и не думаем, это что-то будет. А жря, очень жря даже. Зря, зря. Батюшка, можно вопрос еще задать? Давай. А если, знаете, вообще, возможно такое, что землю ему дать без всяких бумаг? Ну, как он хочет? А кто даст? Я не знаю. Можно такое сделать или нет? Ну, как, кто даст без этого? Мы землю явнее, и у нас никто. Это только имеет... Обратиться в администрацию и спросить, вот у нас есть человек, который не хочет... Кому давать? Человека-то нету. Кто? Ну, его нет, ничего нету. Кому давать? Теперь он не гражданин России. Иностранный гражданин. Что тогда вопросы какие вообще? Он иностранный гражданин. Он уже 5 лет или 6 лет он в России, а на регистрацию не остановился. Я говорю, ты почему? Ну, я так, меня Бог охраняет. Да ты что, я говорю, от Бога у тебя ОМОН, Боже, тебя сопровождает что-то везде. Ну, ладно бы он в России сохранял, он в России сохраняет, он в России сохраняет. А в России-то он... Ну, вот так вот. Смитрия, слушайте, батюшку. Сообщите все-таки. Да. Иначе вас же потом и подтянут. Так вот мы это и опасаемся, что могут и нас за нашу беспешность и, возможно, правильно и сделают. Правильно. Да. Господь разумляет нас. Все же. Скажите, мы спешим на разный день. Или можно сказать, что подмачиваете. Ну, мы узнаем. Да как-то даже... Мы когда было собрание, собирались, что... Никаких препятствий-то нету. Все, чем мы вопросы задавали, все отвечал как надо. Сейчас человек совсем другой. Ну да. Не тот, который был. Того нет даже близко. Даже вот настолько того человека нет. Паспорт-то. Почему нет? Паспорт-то. Нет хорошо скрываться. Нет у того. Я вам конкурс. Мы поделали. Если у нас правило, что первый раз человек приходит, сначала паспорт регистрирует. Меня спросили, это наше почему, я даже не знаю. Мы выше, кто приезжает даже на один день, мы заносим в книгу его, регистрируем. А это прожил больше годов, и никто даже в ум не пришел, что спросить у него паспорт. Какой конец. Ну я летом говорю, что регистрируйтесь, а паспорт я почему-то даже не спрашивал тоже. Как вот затмение какое-то было. Ну доверили просто, что он с таким... Чувство доверия вызвал. Чувство доверия такое, что... Перестаньте шибы губами. Мы никто даже и не спросили его паспорта. Староста должен был спросить. Почему? Так я, говорит, я не знаю, почему. Лена всегда регистрирует. Лена, почему ты не загрессировала? Она сейчас такая, я не знаю, как это получилось. Но он приехал, говорит, вроде по рекомендации Игнатия Тихоновича там, я думаю, его все проверили там уже. Дальше не было. Лапкин виноват. Ну, ну как-то так мы-то приняли. Хотя, хотя у меня было сразу, когда это, знаете, какое-то такое чувство настороженности. Сильно. Я даже и говорю, брат, ну не надо пока его. Да нет, этот человек такой там, и все это. Ну, что я наступил. Хотя, было у меня все время чувство настороженности. Как бы что, не было. Не знаю, это редко бывает. Вот у меня, допустим, в подъехали, кто приезжает, у меня вот второй человек такой был. Он был, Геннадий Петрович, когда он был. Вот такое было чувство. Я говорю, от этого человека как бы беды не было. Вначале хорошо все, а потом началось. И вот точно так же и это. Какое-то было чувство настороженности, что как бы не тот этот человек, не надо. Но он исповедовался, причащался, все нормально, ничего не было, я не мог ничего заметить такого даже. И вдруг открывается вот такое сейчас. Он против всего поднялся. И против церкви, и против власти государственной. Что это нет, это незаконная власть, это антихристова власть. И вот ну все такое. Закон эти все, антихристовый какой, землю, кто это где, чтобы землю там регистрировать, получать разрешение. Господня земля. Господня земля, я вроде как Господень человек, то я могу где хочу, там и сейхи. он не понимает никаких этих. Ну вот так вот. Грация такое положение в общем. Значит, вы советуете все-таки нам обратиться. Так? Конечно. Так, кто за это? Кто поддерживает? Кто против? За все уже. Ну, пошел, не дайте сказать. Ну, давай, говори. В Библии многие вопросы с помощью жребия решались. Вы написали несколько предложений разных, помолиться Господа, попросить Батюшка был вытянул. Не надо. Какой жребий? Здесь мы говорим. Доверить муж, бей. Какой жребий? Что мы здесь, патриарха выбираем или что? Жребица нас на царство, кого ставим. Это пури. Он за пор, он не хочет строиться. Он, Господь, есть земля. Там, я в Порщине, там и строится. Зачем он в Порщине? Я говорю, ты знал заранее, что Игнатий Тихонович долго общался, да, общался долго там по интернету. Но ты мог знать, ведь он ничего не скрывается, там все на виду. Ты же все мог узнать о нем. Что такое? А сейчас не такой он, он сжез Игнатий Тихонович, все неправду говорит, людей в заблуждение ведет, там это, ну вот, все такое. Я говорю, да ты раньше, почему не узнал? Жил полгода, уже год прожил, и ничего, и вдруг открылось, началось. а я так, потому что здесь началось, что с того, что началось, когда он это, землю, а Игнатий Тихонович там очень так, это, резко обличил в этом его волжи, и, ну, не принял это. Он ожесточился на этом. Ну, а дальше уже пошло, дух дальше стал, и я смотрю, он просто, одержимость у него такая. Вы посмотрите ролик, вы видите, как он там кричит, не дает даже, его остановить трудно. Я говорю, разозлились, ты как яговист, ну, нельзя же так. Ты только так вот, это все там. Я 60 мест нашел в Библии, что земля плоская, стоит на опорах твердых. А опоры-то на чем стоят? Ну, этого я не знаю. Там это твердь, ну, а птицы полетят по тверде, как они летят по тверде? Мы тоже этого не знаем. Ну, такое вот это, началось что-то из-за ничего, прямо, и пошло дальше больше, а теперь уже все, и до власти добрался, и нет ни одной церкви, нет только вот он, и где-то еще там есть. Это обычно бывает, кто раскольник, это так бывает. Мы знали, что вот это только это, и где-то там есть. Нет никаких ни православных, ни старообрядцев нету, ни других каких-то церквей, никого нету. Никого. Все погибшие, вот он один, вот такое обольщение. Так, еще что, какие вопросы? Нету, да хватит. Праздник. Игнатика, праздник. Ну, обо мне тут говорят, и просят сказать. Сначала, буквально на одну минуту, Людмила Степановна, поскажет, что он не работал. Нужно? На, скажи, не больше минуты. Единственное, что мы когда шли, мы работали, еще у Володи Пащенко у меня был. Он говорит, что он был выгнан двумя женами. Я говорю, да как же так, вот одно, это второе. Он говорит, выгнали меня, но потом меня, говорит, забрали, повезли на свидетельство, к врачам. И у него признали шизофрению. Он мне сказал. Они, говорит, совсем сверкнулись. Они думают, что я верующий шизофреник. Вот это он сказал ясно, что у него же была справка о шизофренике. Мне кажется, она есть. Ну, это здесь, знаете, справка о шизофрении, там, я знаю, близкие мне люди, тоже была справка, много лет была. А потом сняли, нет ничего. Как познакомились? Он вышел. Я когда спрашиваю, как на меня вышли? Ну, разно отвечает. Один, когда не слышал, или вас не увидел, или какое-то видение, фамилия названа, я показан и сказал, найди его в интернете. Вот такое было. Неоднократно. Но это не православные, там какие-то другие были. Но они стали православными некоторые. Первые ролики мы разговариваем, они целые в эфире стоят. Я ему сейчас по одному выставляю те, которые были раньше, чтобы он обращал. Все с плоской земли. Здесь, на этом, когда он вышел, и тут несколько роликов было. Я проверил все в интернете, а специальные люди запускают это, и за это они получают деньги, чтобы людей как-то размочали, оторвать. Они не верующие совершенно. И говорят, ну, да никто не будет верить, что земля плоская. А там толстые стены, он так и верит. Из-за льда стоят, и вверху над нами купол, а ракеты не летят. Они ударяются в купол, упадают, а сверху там океан. У него своя космотология. И ничего нельзя сделать. Как доказать, что земля круглая-то? И нигде, ну, там надо космоса. И я, наконец, нашел. Нужна идеально ровная поверхность, хотя бы километров на 10, во всем направлении. Я начал проверять, в интернете нашел такое место, только одно пока, чтобы крепкий был лед, и не было волнений, и совершенно идеально гладко. Это Байкал. Я ему говорю, поехали на Байкал. Я тебе докажу. А таблица говорит так, если у человека рост метр семьдесят, ну, как мой, метр семьдесят два, то мы сделаем два на два метра рамку, ну, сантиметров на 20-10, и красным обошьем вверх, и этот, и поедем туда. И когда человек отходит на четыре километра, восемьсот метров, он стоит и видит. Ну, четыре километра, нет, бинокль мы возьмем, морское там, двадцатикратное увеличение. Как только пять километров скрылось, нигде не видно. А почему? А не видно далеко. Нет, ну, табуретка возьмем, с табуретки ты увидишь, а так не видишь. В любую сторону. Уйдем, а там почти сто километров, в Байкал-то, и в любом месте, и везде одинаково. Четыре, восемьсот, дальше не видно. Почему? А уже как раз горбинка земли скрывает. А если человек на пятом этаже, то ему видно на восемнадцать километров. А если самолет летит там где-то десять километров, то ему видно на двести пятьдесят. Ну, понятно, просто нарисую шарзину и как. Он отказался. Я говорю, ну, поехали сейчас. Машину наймем, потратимся, но другого-то выхода нет. Это единственное место. Я сам его доказательствую. Чтоб человек сам увидел, что на море появляется адмирал Кузнецов шел в Сирию. И он, корабли английские, французские, появляются из-за горизонта мачта. Фок, Бизань, мачта, грот, мачта. Сегодня тоже мачта есть, на них натягивают где-то. А корабля нет. Он приближается ближе, и, наконец, борт его видно. Почему? Ну, потому что его не... Ну, как мачта, это вот, допустим, толщина. А корабль 200 метров, его не видно. Почему? Потому что он за этой горбинкой земли. А море ровное, даже не волнуется, стоит. Он ничего не слышит. Это в первые дни. Я понял, доказательства не приемлет никакие. Причина какая? Я знаю, где искать. Сразу Бог выстал молиться. У нас так утром, когда читаем, утренние молитвы. Вот псалтерное чтение Богородицы там, Христу и Ангелу, Хранителю. Считает один. Сегодня Володя, завтра Никита. И он стоит. Я говорю, теперь ты считай. Как только он открыл стат свой стал читать, я понял, а вот она где. Он считает, я кое-как дослушал, остановился. Я говорю, Роман, а что с тобой? А что? Ты как считаешь-то? А как? Ты насмехаешься? Внутри тебя какой-то голос смеется над этим. Понимаете? Я увидел нечистую силу. Он одержимый. Ну как? Я не знаю как. Ты сам запиши и потом сам прослушивай. Он прослушал, как было? Кому он говорил, Володя? Ну я записал, а ему дал послужить. Он посмеялся над собой. Посмеялся, то есть он понял, это не молитва. Ну это надо просто слышать было, как он считает. Мне ничего не надо. Это у меня второй человек за жизнь встречается, которого определяю на молитве. Ну я не прозорливый, но на молитву устремляюсь. И дальше пошел разговор. Он как поднялся и сразу слег. Я уже знаю, у меня опыт есть. Который поднимается, он сразу как подсеченный падает на два дня. Он лег, глазами хлопает, здоровый мужик, лежит два дня. И пролежал через два дня. Я говорю, больше этого не делай. Ты не против меня, обостаешь. Он не против, а против того, что сказал. А что теперь там сжешь, то это у него в течение одной недели. Он вылез наружу теперь этот. Сегодня из интернета говорят, это специально, специально подготовка была на Украине. Заслали разрушить, чтобы никто не пытался строить какие-то общины. Ваши общины выделяются из всех? Ну нет такой дисциплины нигде. Подготовили человека, послали. Я с ним работал лето. Лучшего помощника даже вообразить нельзя. Столько он все нам сделал. Это сваи, примерно 500 сваи. Это 400 лет за каждую сваи сделать надо было. Ну это, пилой, которую заколачивать надо. Привезти из лесу, поехать куда-то. Везде роман, притом безотказный. Скажи, Неонил, он вам крышу помогал крыть? Буря, когда сорвало-то. Это мы никуда не делим. Теперь я молюсь, Господи, да придут тебе на память, как у Корнили было сказано, дела его добрые. Здесь ответа нет. Я на молитве стою и жду, нет ответа. Ответа нет. То есть полная, как будто бы человека нигде нет. Я прослушал, какое собрание было. Вчера выставил. Могу сказать даже. Ну выставил, это сколько прошло? 13 часов, 1605 человек зашло уже. Для нас это единица. Почему? И ни одного нету на его стороне. Все, все люди. Да он же шизопыленник. Он же, он же такой это. Я ему сказал, ты как приехал-то, вот сейчас даже письменно. Мы-то изменились? Ты с кем познакомился? Мы стали другие или что-то изменили в наших отношениях? Нет. В этот раз он был, говорит, если митрополит Сергий к вам будет приезжать, вы тяни, я не буду приходить. Митрополит приезжает, то митрополит не сравненно ниже его. И до такого митрополита ты найди еще в Петриархии. Он одним видом своим, улыбкой своей людей привлекает. Никак. Но этот тут он причастился и недостойно у батюшки. Он скрывал себя, не знали. И сразу он, дьявол, вылез. Теперь он вышел на все тяжкое. Что обращайся к властям, тут не надо ничего говорить. Если мы сейчас уже опоздали, но надо заявить. Заявить, позвонить и вписанном виде. Батюшка, сегодня ко мне обязательно заехать, чтобы я постараюсь посмотреть, как примерно. Вам насообщить надо здесь, кто в сельсовет, в Мамонтово, там в администрацию, и которые смотрят УВД. Обязательно минимум три письма. Подробно написать. Мы участковому позвоните. Участковому позвоните, у него бумаг нет. А здесь прямо сказать. Вот так. Как мы познакомились, и я скажу, ничего этого не было. Ничего. Но когда с ним это случилось, я говорю, скажи, с тобой что-то это делали, колдовство, и он открылся. И он говорит, да. Там жена-то его возвращать, они какие-то подвески делали и тайно ему подвешивали. Это такое в житиях святых говорится, когда нужна какая-то девушка, Тустина Киприанта, он там оглоит, он что-то только не делал. Наконец душу продал, он говорит, хорошо, завтра она будет твоя. Но там наткнулся не на то. И у него, значит, сын есть, он никак, здесь никого нет, у него никого нигде нету. А это никак. Вы не думайте, что вот дура с зверями заведовал, и звери так просто тренированы. Нет. И у дочери все выйдут, замуж не могут, или все разведенные. У Кашпировского жена там не может с головой ничего сделать, болит. Это имеет последствия. Последствия. Я пытался говорить, абсолютно бесполезно. И он сейчас везде это все распространяет. То есть, что делать? У него электричество идет от моего домика, где Новикова Татьяна была. Значит, поговорить с ним, оплачет или нет он ее. А он топится-то, живет в контейнере, в железном контейнере. Ну и там подумают, как по электричеству, чтобы не быть виновным. Это я никакой гарантии не даю, что в этом я виноват. Что я не виноват. Через меня он приехал. Вот приехал в лагерь. И в лагерных документах журнале он может и записан. Но теперь нас там нету, лагерь-то закрытый. Он приехал, когда лагерь еще действовал. А где журнал-то можно посмотреть? Журнал-то есть? Ну, где-то там журнал есть, я не знаю даже где. Лагерь-то закрытый, и документы в архиве. Это не просто так. Вы не можете получить веку? Ну, на всех, кто прижал, на всех у нас документы, на детей, на всех. Что здесь сегодня делать, это еще до этого говорил, молитва. Кто может с постом? Пост и молитва. Не выходите ни на какую связь. Он абсолютно не слышит никого нигде никак. А до этого было как? У него дух лжи. Я даже название знаю этого духа. Дух лжи. Не просто дух какой-то, а дух лжи. И он начинает, ага, Стерлигов сказал где-то, а тут непрерывно лжет, это разрушитель. Церкви нигде нету, все, он только одного знает, он уже натолкнулся. Одного знает, но никому не говорит. Понимаете, как он, вот, Стерлигов продает кирпичи хлеба тысячу рублей, там, семьсот рублей. А перед этим миллиарды успел награбить, и спрятался, и остался живой. На него было дело, он побежал в Карабах, там поселился, а тут сняли, там, видимо, замазали, он опять, на его территории приготовили боевый комплекс. И он туда, а теперь этот Славик Щебаркульский, 10 лет умер ребенок, вот он там пророчество, он говорит, там под землей динозавры, они выйдут, там людей поедают, он во все это верит. Где, кто отверженный, кто запрещенный, кто отлученный, это все его друзья. Мгновенно, и на него, и сейчас какой-то какой-то, Дон Лен Чи, под тремя буквами, и это мне материал уже скидывает, уже грозят. Роман, я сказал, пора, может, колеса привезти? Я не знаю, я тогда спросил, в другом городе, спросил, что колеса? А вы, говорит, забыли Майдан, поджигает все, что там есть. Там на асфальте, нам не надо повезти. Я сказал, так как есть, это вчера мне в ответ пришел. То есть, тут выхода никакого нету. Нам нужно повестить власть, иначе власти нас поставят под такой контроль, что, говорится, на три дня, и до свидания. А сегодня они к нам все расположены. Ну, сказать, поменится, что мы, он обманул. Батюшка говорит, езжай, и я ему тоже долблю, поезжай, Роман. Гражданство-то надо получать, и это непросто, это полгода минимум уйдет. Сколько у тебя ушло? Гражданство я еще не получил. Все еще не получил? Сколько уже? Еще один у нас. Нелегал. Вот они там откладывают, годами исчисляют. Сейчас, говорит, три года вроде, норма. Да, нужно три года, потом только гражданство, а до этого вид на жительство, это не все сразу. Да, и нам не надо обсуждать. Это из власти, законы, мы обязаны вписаться. Но когда первый раз начал говорить, за рубежным паспортом, снимать площадку, это все уже, и-н-н-н. А кто-то говорит, а как же Игнатий ездил? Отношение было хорошее, расслабился. Но, наверное, бывает исключение. То есть, он мне даже исключение давал. Я говорю, лучший определитель, есть или нет, это начертание, не продать, не купить. Ты покупаешь и продаешь, машину только что продал, но через карточку, там у Лены, или у кого она там где-то, как-то. Ну, всюду везде обман. И сделать ничего нельзя. Только молиться. Он не слышит. Ему говоришь, он не слышит совершенно, у него как глухой аспит, затыкающий уши в себе. У меня предложение по поводу, раз такой случай произошел, вот я сам с Уралом, и там два года готовился к крещению, как предположено. У меня было два поручителя, которые за этим смотрели, да. Вот, и у меня предложение по интернет-знакомству тоже, которое на Игнатьича выходит по скайпу, чтобы они выходили на занятия, и в течение там какого-то определенного срока тоже назначить, чтобы он участвовал в занятиях именно, чтобы узнать о его жизни, как он вообще живет-то, ну. И дать поручителей прямо по интернету там с ним после занятий разговаривать. Это сложно, это сложно уже. С тем, кто будет. Дело в том, что, брат, на занятиях многие люди открываются. Да, очень многие. очень многие открываются. Так что на занятиях надо, чтобы участвовали. Вот такое у меня предложение. Еще не скажу, вылазят там такие, хорошо. Хорошие предложения. Здравствуйте, и сестры, я хочу на одном моменте обосстрелить внимание. Сегодня батюшка уже заметил, и Игнать Игоревич об этом же сказал. Опасно быть очень близким к нашим наставникам. Опасно, потому что вот близко, да, хорошо общаешься, вошел в доверие, а потом критику, какое-нибудь замечание не воспринял. И с этого начинаешь спотыкаться. И прежде всего вере. А тут он рогатый, он тебе уже накрутит плоскую землю и что угодно. И динозавров, и чего угодно. Так что это, будьте, вот так сказать, лучшая дистанция. Так что имейте это в виду. Многие у нас еще и вот находятся в таком колебании от этих, спотыканий. Ну что, батька, благословите, наверное, дедуара. Что вы там что-то надо говорить? Вы закончили? Да нет еще. Мы там что-то говорить поняли. Теперь у нас день-то какой. я по этому дню сразу говорить буду. Главный доклад. Да. День этот, первое воскресенье феврале. И там в коридоре написано, мы отмечаем начало работы нашего сайта. Прошу, никуда не отвлекайтесь. Это статистику покажу и дело. Говорят, но если бы интернета не было, если Тим Бернерс Ли, если бы не изобрел, то как бы. Я отвечаю, то, что мне Господь по благодати дал раньше, в 80-е годы, полностью, 50 книг, златоуста, жития, добротолюбие, все это начитать и было выставлено, ну, пленками мы раскатывали это дело, то для меня поприще было очень большое. А теперь, когда было здесь, вот, по милости Божией, Николай Пальгуев помог магнитофон там отремонтировать и маяк, и потом началась оцифровка, и сейчас нашли сразу четыре помощника и выставляют. Выставляют по проповедям разбитый златоуста по одному житию, все это отдельно и роликами идет. Библия также идет там, ну, каждый ролик это по два часа у нас, у нас очень большие ролики. Так вот, смотрите, я немножко хочу сказать здесь. У нас подписчиков, что у нас есть? Первый открыт был эта страница в моем мире, Mail.ru. Ну, там просто переписываешься и все, но очень хорошая система. Там, видимо, много пакостей говорили. Можно было на 10 тысяч человек послать одновременно 12 фотографий или там 5 тысяч знаков, текст такой, на 10 тысяч человек. Ну, и заставили, видимо, все это убрать по одному теперь, чакай, сиди, кому пошлешь. Потом открывается у нас сайт, православный бюджетский сайт. Тут работу большую тогда помогали делать тех, кто мог. Это Алексей Загуляев, Саша Загуляев был, еще там появлялись. Тут большую работу дальше повел уже Виктор. Там другие даже и называть не всегда полезно. В общей сложности около 12 человек. У нас открытый теперь видеоканал. Все время выставляется, попросили, чтобы вот сегодня собрание, а у нас выставлялось через 8-10 дней, чтобы сразу выставлять. Люди ждут. Притом ждут. Карта показана, где огоньки горят на всех континентах. И в Японии, и, ну, ты уж ничего не сделаешь. Но тогда было и опечатано машинке семь экземпляров, последние два видно. Семь, ну, семь человек-то пока письмо дойдет, да еще не затерялось бы. Сегодня, я вчера в ВКВ стоял собрание, потерявское, привезли. Там Люда Ильичук снимала. И уже тысячу шестьсот человек посмотрели. Притом, как проходит собрание, так как кино. Так вот, у нас подписчиков, которые получают сразу тринадцать тысяч шестьсот восемнадцать. Это я вчера записал. Сегодня на пятьдесят семь человек больше. Пятьдесят семь подписчиков. И мне говорят, у вас, наверное, быстрый рост подписчиков, самый первый в интернете. То есть люди только-только начинают распознавать, что. Дальше. Просмотров. тринадцать миллионов. Записывай хоть кто-нибудь себе. Девять тысяч. Вот это какая цифра здесь у меня написана? Подальше. Карандашу. Вот здесь. Вот это? Да. Ноль ноль. Ноль ноль три. Так вот, получается, что за один день просмотров зашло еще раз шестьдесят три тысячи. Шестьдесят три тысячи. Ну это цифра. И говорят, интернет что дал? Простор. Но тогда, так как я работал, тогда тоже знали. Из меня ходатайств или из ООН, это вон организация более известная, из Японии, из Германии, там, Канада, зарубежная церковь, митрополит, почему они пригласили меня туда. Но сегодня ни в какое сравнение нет. Ну один день шестьдесят три тысячи присмотров. Тем более, книги это то, что я внутри имел. Теперь я бы никогда не издал бы ни эта свобода. Вот каждый раз запрашивает в основном это Новый Завет с толкованием и к истинному православию. А это большой материал. Не так и часто. Так. И у нас роликов девять тысяч шестьсот сорок четыре. Это было день назад. Сегодня на четырнадцать больше. Ролик это сама знаешь, что такое. Это вот собрание пройдет, это один ролик. Девять тысяч, но это много или мало. Но видите, как часто выступает Осипов. Тысячи двести. Несеразмеримое даже расстояние никакое. Ну там много выступает. Андрей Ткачев, я посмотрел, там восемьсот девяносто. А о том, что тысячи. Андрей Кураев часто выступает. Ну не больше двух тысяч. Ни у кого две тысячи даже нет. То есть нам Бог открыл двери очень широко. И мы не случайно это отмечаем. Это идет благовестие самое основное. занятие идут. Сергей Павлович ведет трижды в неделю по скайпу. Но те-то люди тоже могут там организовывать, что они знают. Поэтому это отмечаем не случайно. У нас только в Мэйл.ру стоит наших фотографий 21 тысяча. Наших, не чужих. Я посмотрел очень много связей там, ни у кого подобного нет. Ну где-то от кого-то берут. Наших 21 тысяча фотографий. Дальше на форум. Ну тут форум давно и которые зарегистрировались тут мало. 790. Там 1600 тем. Потому что настолько серьезный материал. Там все можно смотреть, брать, не надо регистрироваться. Регистрация тому нужна, кто хочет сам что-то материалу поставить. Это я данные, которые снял на сегодня буквально. Время пришло это все узнать и чтобы сердце наполнить благодарностью. Вот кто заходит к нам, они ничего не имеют. Сейчас ник аватар. Что такое ник аватар? Кто знает? Это новые слова. Ник что? Объясни. Имя в интернете. Так. Аватар? Фотография или картина. Вот видите как? А там любые цифры ставят. Ни имени, ни фотографии, ничего нет. А у нас не забывайте одноклассники открытые. Живой журнал это такая система. Твиттер, Фейсбуки. Ну а в Фейсбуке там и Медведев и там Путин такая система есть. И там еще какие-то есть Google. Это не я. Все наши материалы переносит туда. Кроме того, автоматика дублирует наш вот этот большой и дублирует в разных странах. Мне откинули вчера. Я не знал даже про это. То есть наш вот столько роликов дубль идет в разных там странах. Новые. Это для меня просто открыть. А кто это делал? Это сделать, чтобы точно было непросто. Сергей парализованный решил сделать более красочно и нанял. Там нашлись такие мастера из Белоруссии и из Израиля. И они сделали копию нашего сайта. Тогда не было этого. Знаете сколько? Я говорю, сколько заплатил? Да тебе зачем знать? Потом я узнаю, 300 тысяч отдал. 300 тысяч? Я по себе не могу опомниться. Да что же вы делаете? На днях. Знаете, все бывает. И чтобы не погибли вот эти наши ролики это 9600 фильмов. Не погибли. Вдруг отвечает Испания. Звать ее Юрма. Они получали вот это и посылали мне деньги там кухонные аппараты и говорит нужно немедленно просто быстро торопиться сделать копию и копию отослать в Испанию. Чтобы там она хранилась. Если у вас начнется гонение или что-то чтобы можно было в другие там страны где-то в Индонезии или где-то поставить. Это я страны раньше называл. Так, я вам высылаю тысячу евро. Тут наши помощники нашлись недавно. Четырех Бог дал помощников там с Америки где они мне все помогли книги по одной книге сами листики листаются с музыкой. Какую музыку? Я говорю ну главное это мне нравится очень Себастьяна Баха там органная мелодика и так и сделали. Я говорю нравится Пятая симфония там Чайковского и это так и сделали. А узнали а сделай чтобы варкование голубей было на все время вы любите. Какие люди которые все наше знают. И она высылает. Только поговорила я говорю ко мне чтобы деньги не касались послать на тех которые будут делать. Посчитали сколько терабайт что такое терабайт? Это тысячу гигабайт. А что такое гигабайт? Это тысячу мегабайт. А что такое мегабайт? Ну дальше понимаете ну чтобы понятно было вот эта книга вся умещается полтора мегабайта. Полтора полтора мегабайта. А в гигабайте тысяча мегабайт. А в терабайте тысяча гигабайтов. То есть миллион. И они посчитали сколько надо купить и деньги уже выслали и уже началась закупка. Но говорят когда я открыто это говорю сказали когда это будет сделано обязательно должна быть проверка СФСБ. По-то заграницу очень большой материал идет и нас уже люди которые работают сказали ну пожалуйста у нас все открыто и к нам претензий от властей никаких нету. Если мы сейчас там с Романом никак это большой большая потеря будет. говорят за ними надо ехать там сейчас не проедешь съездить надо пробить дорогу привезти они должны с ним побеседовать. А как он неужели вот он начал там уже фундамент там ставки поставил там я не скажу какая у меня печаль я тут только думал на лето каких людей ему дать кто приезжает чтобы помогли ни одному брусья он закупил там ну видел сколько это пенопласту там железо которым крыть все это у него уже есть таких потеряев чтобы приехали взяли самый непригодный участок и сделали его пригодным ну не было никто даже не подходил там огромная тополя и целая маленькая рощица и поэтому мне его потерять даже не выскажешь но повода ему никакого не давал собственно никакого кроме разговора и вдруг он мгновенно после причастия он сорвался и пошел на меня я понял конец ему уже не вернуться пока ни одного пока не было он мог бы сказать так молитесь за меня на изгнание демона чтобы дух лжи вышел из него и в этом покаяться чтобы получил паспорт и вошел никаких вопросов даже нету мне терять его очень тяжело эти мои переживания только Бог знает мне потерять его это даже не выскажу сколько но у меня практика есть такая к нам приходят люди они знают я очень нуждаю в чем-то и они помогают и помогают дело которое делали кончилось и они как враги делаются как будто часть ракеты отработала сбрасывает и они отходят возьмите на панаил он же меня от него и научился книги сам уже с 8-го тона верстал и он там вынимал внутро какой-то такой диск внутри процессора и я с ним ходил там снимали материалы первый раз новый завет все а теперь когда все сделал он уже не нужен дальше уже сам делаю а тут появился Виктор Петеримов тут уже вообще он всех заменил и что он делает он теперь пишет вот 19-й том 19-й том где вот она вот в этой книге смотри в этой книге он начинает говорить я имел возможность изнутри наблюдать общему полтора года то есть неверующий он наблюдатель он наблюдал и здесь все написал написал а в это время он учился на теологическом факультете здесь в Барнауле а я ромонах и тогда которая зовет завткафедра теологии она мне Марина Маратовна Волобоева звонит и говорит у вас какие отношения с Судниковым Николаем Николаевичем он нафаналил по монашеству я говорю очень хорошее он написал там такой большой как реферат я тогда пришел к нему говорят что-то написали да почему что меня не уведомил а каждый раз встречаемся обнимаемся ну да написал дай мне то я должен знать раз про меня пишешь диссертацию защищать собрались и он дает вот все здесь я ее поместил никто не верил что я помещу меня за это даже ругают ну как это можно против вас все против нету замечательно просто он все это я говорю отец на фрону пришел мы каждый раз обнимались ты знал что твой камень который ты приготовил против я обнимаюсь он мне грудь жмет вдавливается а потом помните как мы ходили кому ты это говорил когда ты как началось и кто знает он на все начал отказываться он очень активный был а здесь что собрание вот нет собрания у нас нет конечно сразу уходит это очень тревожный симптом он никогда на собрании не был а что я буду почему я буду никак ну тут ходил он пел там казахскую песню черные сотни возглавлял и рванах говорят уехал скинул сан и женился полное абсолютное крушение никогда ему этот брак ни одна церковь никто не утвердит то есть это блуд вот и все а поднялся против то есть у меня целая плеяда таких которые были близко некоторые сделали свое дело они делали как будто бы не сами кто-то их направил помочь это большое дело сделал и сразу как будто он очнулся что же я делаю кому я помогаю это же верить их там и проще ну где ж ты раньше это был вот это я тоже хотел сказать чтобы знали и помолились кроме молитвы поста тут оружия никакого нет ну а так спрашивают а вы верите что там он он может быть ну что бог это может да я отвечу так бог может это сделать но во мне веры нет нет веры я каждый день ночью и днем молюсь и молюсь вот 7 раз в день там я на первое место его уже ставлю и никак просто он облепленный бесами демонами он не сам это не он батюшка сказал это совершенно другой человек какая свирепая в глазах и потом когда он говорил вот он потеряет Никита там был и в это время люди говорят а что у него за глаза такие бешеные в это время он когда начал ярить это глаза у него вспыхнули и такие буворочные это в интернете все видно и люди посторонние спрашивают то есть это открывалось кое-что но мы теперь должны оказать ему любовь насколько это возможно молитвой ну согласны нет молиться о нем молимся молимся я благодарю ну ты сама знаешь какой он хороший ой вообще как жучок помогал всем совершенно никого не признают ни батюшку все топчет и рвет так что Надя я вам вопрос хотела задать по сайту у вас есть статистика вот самый самый популярный ролик из этих 9000 какой самый просматриваемый больше всего ну никогда не догадаетесь я по количеству по количеству допустим 230 тысяч просмотров ты никогда не догадаешься люди так как приходят он идет мимо магазина и это так и здесь ролик то а там ролик такой мы храмовый пруд дерево убрать должны и там в одном дупле живут шершни а шершни это ни пчелы ни осы если шершень тебя в лоб ударил у тебя оба глаза вот такие вот будут и ты будешь руками развеплять глаза ходить это шершень это серый волк мы пришли но я знаю как с ними бороться если они вот такое гнездо например вот такое вот делают как из бумаги лепят тогда я большой бак беру кипяток под ним раскрываю точу лопату и когда они уже все к утру спят кто-то со мной должен быть мы одеваем мощную одежду такую а это вот одежды даже нету бронированная буквально и в это время я рублю лопатой и падает туда и крышкой закрываем все никак по другому никак а тут как делать мы возле бани делали так и делали ну видели где что нашли бани бензину линули туда и дырку-то заткнуть мы не знали что там у него ход есть кверху ликвизу как они оттуда полезли первые они меня нащупали и два шерча меня сжаркнули в руку у меня как барабан рука и там говорили капустные листья да хоть всю капусту свалили еще нету никак рука горит огнем но у меня мать пасечница была поэтому к пчелиному как-то я более крючен а это наверное другой яд где-то и мы пошли туда Никита Володя специально палочку взял на нее материю бензину и баночку бензину Никита там видно вот так вот оделись все там подсунулись плеснули а они не вели еще спать уже темняется но они все еще работяги где-то воруют если нападают на пчелы 50 тысяч пчел в течение трех часов все головы торнут 50 тысяч голов лежат он сам то не может мед вырабатывать и в интернете все показано это и вот этот ролик как плещем и как там все это они летают а я рядом стою говорю да для них это настоящая хиросима они приехали тут гнездо столовая и вдруг ничего нет они вокруг огня тут летают а в прошлом году ну на следующий год там поселилась оса и вывел оса, говорю, сова и она вывел так вот ролик самый посещаемый самый посещаемый как выжигаются эти вы больше всего там матерков да это такие редкие эти надо беречь не знаю вот такие идеи вот они достали уже другой который знаете на какую на Аскара тут был такой фильм Левиафан но я о нем взял отзыв там тоже где-то по 200 тысяч вот просто мы-то я никогда не делаю так чтобы комментарии отключены у меня все везде комментарии можно делать но на этот я попросил Никиту сделать комментарии на шмеле ну каждый день я не успеваю ничего нельзя сделать а посещать можно смотреть комментарии нельзя было там 100 тысяч теперь я гляжу тишина может разлетели шершница сгорели а кто-то сожжет на дамбе там и там вода там некуда зеленая там никак нельзя загореться спили дерево-то не можем подойти к нему-то только отключили уже сегодня пошли отзывы и опять же ругательное который и шершника настоящего не видит ну кому какое дело пруд наш дупло наше он залез туда он сам его не делал ну такое вот я говорю 3,5 тысячи матерщинников мне пришлось заблокировать 3,5 тысячи это два полка по военным единицам почти ну вот самый популярный из книг самый популярный это трехтомник нового завета и к истинному православию но это уже они не сравненные видели даже в библиотеке Путина показывали их и книга ну если бы не Господь нельзя издать тут Игорь Добунов большую работу сделал ветхий завет раскрасил была Ольга Унагаева Наташа приходит как они Новый Завет старались и все это 240 иллюстраций ну даже сказать нельзя какие книги как она выглядит вот она даже показать хотя бы одну поэтому об этой книге вот сегодня только ночью опять заказ пришел видишь как вот я даже сейчас закрою вот посмотри как она выглядит теперь посмотри с торца как выглядит с закладками все закладки закладочки говорят три тома по-разному света нашего флага я его назваю единственной за всю мировую историю такой флаг божественный почему родились в крови думайте о небе и будет белый престол нет такого флага в мире и вот у нас даже каждый этот трехтомник об этом говорит еще вопросы есть? а ну значит о нашем сайте обо всем что у нас есть просите Бога чтобы Господь сохранил Надя не отвлекайся чтобы наши ресурсы Господь сохранил вы видите речь идет не о двух человеках которые нынче сколько людей пришло благодаря нашим книгам внезапно отнулся а как ты попал в себя не знаю и что интересно вот это такой материал и вот мы идем разговариваем с женой ну ну где это найти прихожу домой наугад ролик я в каком месте посередке ролик как раз о том о чем мы говорили то есть как будто кто-то за руку ведет и показывает где этот материал хотя это плейлисты то есть по папкам разобраны по тематике я вижу во всем это промысел Божий по благодати нашего тут еще нет аминь аминь да воздаст Господь Тим Бернер который изобрел интернет и телефон Мартин Купер чтобы их обратил Господь такое дело для нас сделали услышу Господи так мама поблагодари что она сняла так хорошо все за стол даже ложка так 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 Продолжение следует...